Платиновый мастер-компания, международный коралловый клуб «Илина»! Спасибо! Да, 15 лет назад, когда пришла я в индустрию МЛМ, я даже не думала, что я могу быть подарком уже. Но видите, как чудеса и такие происходят. Вы знаете, я сидела все эти две дня, я прекрасно знала, куда я еду, и мне очень нравится то, что творят эти ребята. И я в первый день приехала и сказала всем лидерам, организаторам этого события, первое, спасибо вам огромное за то, что вы стали зрелыми, классными лидерами и начали совместную работу в этом регионе. Именно их объединение, именно их совместная работа создала сейчас колоссальные условия для роста вас и ваших людей. Именно собственным примером показывая, как взаимодействие в регионах можно быть максимально эффективным, это ребята не говорят, на делах. Поэтому поблагодарите организаторам, поблагодарите своих лидеров, что ушли детские обиды. Детские обиды, а появилось желание совместной работы, совместного роста и совместного процветания именно вам и ваших людей. Спасибо. 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 Вы знаете, я всегда безусловно люблю тех людей, которые впервые выступают. И вот всем тем, кто впервые выступал сегодня на этой сцене, я хочу вам сказать отдельное спасибо. Вы были настолько искренними, настолько неподдельными, настолько честными, что, наверное, именно ваше выступление меня тронули больше всего. И не важно, что кто-то убежал со сцены, не важно, кто-то забыл, не важно, кто что, но я вас поздравляю с этой первой победой, с этим первым выступлением. С этого начнется именно ваше движение развития. Я думаю, что вы очень много с вами выступлений дали этому залу. Притом, новым людям, которые приехали, еще сомневаются, еще думают, для меня это или не для меня. Вот это, знаете, смогу ли я? У кого-то такие вот сомнения души? Смогу ли я? Ну, нормальные сомнения. Кто даже не поднял трубку, болится, уже даже руку поднимает. И вот выступления этих ребят, я думаю, стали вам вот тем, что, если они могут, я тоже смогу. Я не пойму, вы хотите им поаплодировать? Или нет? Спасибо за 17 лет в этом компании Международный Коралловый Клуб. Суббота 6 марта будет ровно в 13 лет. Как они промчались? Почему я пришла, у нас еще не 15 лет, я в 2001 все-таки пришла увлечить. Будете 15, будете 25, ну пока 13. Остановимся на этой цифре. И вы знаете, я пришла в компанию, где было очень мало лидеров. Я пришла в компанию, в которой было всего 4 мастера. Представьте, первое событие в мае, и было в компании всего 4 мастера. Но это были уже профессионалы с большой буквы, это Марина Федоренко. Конечно, он единственный топ-лидер, на которого просто вот, отдыхаясь, мы смотрели, молились и воспринимали, ну как... Ну вы знаете, прошло время, начали подрастать лиджи. И появилась платьяная мастера Наташа Симонова, платьяная мастера и Ниля Лизванова. Появились большие приятные золотых мастеров. И я участвовала в всем этом движении, потому что я вместе с этими ребятами развивалась, росла. И мы стали вот той же элитой, вот теми топ-топ, на которых уже, уже как на Марину, я видела, на меня смотрели. Хотя я никогда не собиралась сравнивать и все. И вот я сегодня сидела эти все 3 дня, и у меня такое счастье, у меня такое радость. Потому что еще большее приятное лидеров, абсолютно достоинств, большой буквы. Действительно гордо несущие знамя королевого клуба. Его идеи, его миссию есть, но я думаю, пройдет тоже немного времени. И те, которые сидят в этом зале. Я не знаю, каждый из вас, или тот, кто точно так же, как и я, когда-то разозлился на себя и решит состояться. Но это вы будущие наши компании. Это вы следующее поколение топ-лидеров, когда уже не только Марина, не только мы, но и ваши лидеры будут сидеть подарками. Вы будете им благодарны и не будут испытывать ту радость и ту счастье, которая есть. Да, и у вас будет. Вы знаете, событие действительно фантастическое, феерическое. Для меня событие самое классное, это когда довольны людям. Вот мне сцена, конечно, хорошо, что происходит. Поверьте, все организаторы не всегда бывают всем довольны, что-то идет не так, что-то где-то сбилось и все. Но меня всегда интересует психоэмоциональное настроение зала. То есть, насколько их идея, что-то вас колыхнуть, сработало или не сработало. Я помню первый день, я тоже сидела в этом зале. И я очень чувствую энергию зала. И я сегодня в зале. Прошло, Боже мой, достойное дня. Кто почувствовал, что он уже другой? Цель. Вот, наверное, это самое главное. Цель достигнута. Вы вдруг почувствовали, что что-то от вас изменилось. Вы очень много задавали вопрос о формировании веры. Как формируется вера в себя? Как сказать правильный ответ? Что надо сделать правильно, чтобы было? Наверное, я вам расскажу буквально всего две вещи. Только две вещи. Потому что ваши профессионалы, ваши люди рассказали абсолютно все. Поверьте, это те люди, которым надо просто слышать и слушать. И первое, что я хочу, чтобы вы записали. Чем быстрее вы хотите состояться, Чем результативнее вы хотите быть, То вы должны свое мнение куда-то взять и засунуть. Потому что именно ваше мнение не позволяет вам слышать И делать то, что хотят делать, что говорят ваши наставники, ваши лидеры. Вы знаете, именно потому, что у вас есть собственное мнение, Вы все простое делаете через безумно сложные вещи. Именно ваше собственное мнение вам не позволяет вообще слышать. Вы слушаете, киваете, но слышать не слышать. Поэтому в сетевом аркетинге есть такая фраза Разница во мнении составляет разницу в доходах. Разница во мнении составляет разницу в доходах. Я пришла в сетевом аркетинге больше 15 лет назад. 19 августа, 1998 года. Удачный очень день. Вот это тот день, когда я приняла решение, Что я буду этим заниматься. В 20-м году мы знали слово default. Кто помнит это время? Мы не знали, что такое слово, но мы узнали. Притом мы не сильно узнаем, что такое слово, Но пока от мамы мы сразу очень сильно ощутили. И на 25-м году я была в компании Vision Vision. И я писала на каждом событии эту фразу. Разница во мнении составляет разницу в доходах. Не поверьте, я ее писала, Потому что каждый выступающий на каждом событии. А для меня одно. Я пришла и решила состояться, а не поиграть. Поэтому мне сказали, Если вы не будете посещать события, вы не состоитесь. Нет ни одного лидера, который бы состоялся без событий. И я поняла, что она будет на каждом событии. Поэтому за 4 даже месяца я посетила уже 3 крупных события. Компанию Vision. И поэтому приняла решение, что буду заниматься этим. И с 1 января 99-го года рассчиталась это все. Это было мое решение. И я писала еще 2 года фразу. Разница во мнении составляет разницу в доходах. Разница во мнении составляет разницу в доходах. И как вы думаете, было ли у меня собственное мнение? Да. На все. Мне казалось, тот не так говорит. Тот не так летит. Тот не так встает. А я пришла очень дальше. Я в компанию Vision попала в такую ветку, что я никому так не нужна. То есть там наставники и все. А я никому не нужна была. Поэтому я сама поднималась, проливалась, стучалась в твери и все остальное. И поэтому, в общем-то, мне приходилось очень многое изобретать. И изобретала я очень сложная вещь. Вначале я пришла, ничего не зная. И я что начала делать? Наполнять себя знанием. Читать, слушать, создавать школы какие-то сложные. Все углубляясь. Все это самое. Вот, в общем-то, единственное, что я делала, а не рассуждала. И, в общем-то, мало что получала. Да, я услышала, что она занимается личностным развитием. И первое в личностном развитии, то, что я услышала, поменяйте свой имидж, чтобы привлечь внимание. То, что говорила Наташа. И почему вырестила, просто кайфовала. Они говорят то же самое, что было тогда. Это ничего не поменялось. И не поверите. С 1 января я ушла со всех работ. И первое, что я сделала, я заняла и за 40 долларов себе купила костюмчик. За срочку на 3 месяца. Я это сделала. И многие, кто давно в Визионе, вот мои погранные лидеры знают, ну, этот персиковый цвет, там, он костюмчик и все остальное. Он меня в Визионе и в Кравл хорошо привел. Но у меня был новый костюмчик. Да, я изменила прическу. Ну, где-то под корректируем. И явилась на встречу с выпускниками. Спускалась я уже подняла. Красивая, 50 километров, в коротеньком таком локон. Постоял у меня на докладе, но их даже не узнал. Мне очень понравилось, Сережа, горячий, как-то выступая, сказал, что когда приходишь на встречу с выпускниками, которых не видел лет по 15, единственная песня, которая на ум приходит, это 33 коровы. И не поверите, я не говорю, ну, я единственная с выпуска закончила школу с «Золотой медалью». И нас собралось человек 45 с разных классов, и классов всего лишь было. И дошла до меня очередь, и я гордо сказала, что я занялась сетевым маркетингом. Вы бы видели, как на меня смотрели эти люди. Как на ущербного человека. Вот тот не... Я еще развелась в том момент, рассчиталась с работы, ушла сетевым маркетингом. Двое детей. И, в общем-то, знаете, такой дружалкий голос? Ира, а хоть дети отличники. На что я сказала, не переживайте, природа на детях отдыхает. А вот... Но, вы знаете, наверное, это впервые, когда вдруг я с гордостью продекларировала. Почему? Потому что настолько красиво было на фоне их, что мне даже было неудобно. Вы знаете, уберите всякую чушь, лечь сейчас на развитие и все, но внешний вид приведите в порядок на 100%. Начните слышать, что вам говорят наставники, и делать. И делать это регулярно и со страстью. И если вы начнете делать каждый день, не переставая со страстью, вы начнете понимать, зачем вы это делаете. Куда вы хотите прийти. Что такое личностное развитие. Вы не будете видеть, что вы изменились. Ну, вдруг за вами пошли люди. Вдруг на вас уже смотрят, как на спонсора. Перестаньте усложнять все гораздо проще. У вас наставники, за которыми надо идти с закрытыми глазами. У вас люди, которые реально состоялись в этой компании. Имеют реальный финансовый результат. Имеют реальное финансовое. За ней они увлекли колоссальное количество людей. Вы же хотите этого. Так при чем здесь в вашем уме? И я вам очень рекомендую. Потому что, да, выступали здесь звезды, золотые, серебряные мастера. Но многих из вас пригласили в вашем наставнике, который в статусе золотой директор. Изумрудный директор. Поднимите руки, кого пригласили. Люди, ну, в вашем наставнике, только в таких статусах. Золотой, изумрудный. Поднимите руки. Вы потрясающие. Не поверите. Вы хотите в ближайшее время стать золотым изумрудом? Да. Ну так о чем вы не слышите своих наставников? Почему вы здесь помните изумруд? Потому что... А Наташа Бантурина говорит лучше. Не поверите, я ей еще лучше. Но больше всего в вашем развитии, и кто больше всего вам уделит время и всего остального, это те, которые сейчас в статусах золотых везут. Именно они в страстном порыве созидания. Именно они вместе с вами будут отчекать. Именно они верят в вас фантастически, как никто другой. Очень много разных вещей, и мы говорим о разной технике, как привлечь сетевика, как привлечь бизнесмена и все остальное. Ребята, начином этапе, когда у вас нет никакого результата в этом бизнесе, вы можете привлечь, чтобы вы такие же, как вы. Поверьте. И они вам даны для чего, чтобы вас не смести и не растоптать. Потому что, не дай бог, к вам придет человек, который не имеет опыта в сетевом маркетинге, придет кто-то, кто уже 18 лет по дорогам в МЛМ походил. Кстати, кто выступал, где 18 лет в МЛМ? Поднимите руки. Не-не-не, вот парень, во-во-во-во-во. Вы мне расскажете, где же вы там бродили, дура. Потом-потом на ушках, он мне всем не расскажет. Мне просто безумно интересно. Я просто хочу сделать акцент на том, что все зависит только от вас. От одного единства. И вы знаете, здесь действительно очень много было рассказывано для тех людей, как работать с потребителем. Как сделать так, чтобы человек начал зарабатывать свою первую тысячу долларов. Это безумно важно. Ничего пока не рассказано в большом, серьезном, красивом бизнесе. Но я вам хочу сказать, это бизнес достоин любого. Любого мужчины и женщины, сидящей в этом зале. Что от вас требуется? Слышать наставника. Делать то, что он говорит. Делать регулярно и со страстью. Девушка, которая задала вопрос, я по 60 звонков делаю, встреч в месяц и все остальное. А страсти нет. А увлеченности нет. Знать и увлекать это разные вещи. Люди на знания не идут. Люди идут на вашу энергию, на ваши отношения, на ваши желания, на ваши декларирования, почему вы этим занимаетесь, почему вы идете туда или иначе. Потому что вы же увлекаетесь за собой куда-то. Совершенствуйте себя в этом. Я почему хочу сказать о большом бизнесе. Вы знаете, я пришла с фронт-маркетинга и дала себе слово, что я буду заниматься этим пять лет. Не пробовать ничего. Я буду осваивать это как профессию. Я прекрасно понимала, что сразу деньги не придут. Я прекрасно понимала, что у меня пройдет время, пока я найду, помните его время, пять человек. Но вы почему-то останавливаетесь, подписал пять. А все лидеры вам говорят о том, у вас идет время, чтобы найти пять тех, которым это будет надо так же, как и вам. А подписывать вы будете, вы будете приходить, уходить, кушать, какать, плохо какать, уходить и все остальное. Я вам подумала, потратить пять лет жизни для того, чтобы найти всего лишь пять, которым это будет так же, как и мне. Пять, которые будут сражаться за себя, потому что так же, как я решила это осваивать как профессию, проходить через трудности, не ныть, не плакать, ничего. В основном работаю я была в компании «Визио». Да, может быть, я усложняла еще что-то, но я осваивала навыки всех методов поиска людей. Выступал лидер и говорил, я нашел своих лидеров через холодные контакты. Как вы думаете, я начала делать холодные контакты? Да. Я их ненавидела, да и жестко. И до сих пор, я скажу, что это далеко не мой любимый метод. Что я его отрабатывала, а любой навык я отрабатывала 90 дней. Я никому-то не врала. Я услышала, что навык отрабатывать за 90 дней. И вот если за 90 дней этот навык все равно не становился... Я не кайфовала от него, но я параллельно идулезла. Что вы думаете, я телемаркетинг отправила, и объявления, и опросные листы. И, честно говоря, училась брать рекомендации. Для меня самым кайфовым стал методом это рекомендация. Ну, у меня в первой линии есть с холодного контакта вообще на улице подошла к сетевикам, к ребятам. Они сразу не согласились, поупирались. Три стрелечки назначали, они убегали от меня. Я приехала в офис, сказала, ну, машину, поехали. Я ж была серебряная мастера. И свяжелась серебряная мастера компании. В 20-м годы я отрабатывала метод. Я всегда была я, как Наташа говорила. Кто презентацию? Я. Кто школу? Я. Кто? Я. Отношения. Отношения ко всему. Мне надо было научиться. Я ведь должна была стать профессионалом. За мной должны были пойти люди. И получалось, и не получалось, и плакало, и все. Ну, каждый день совершенствовало себя. И вот я пришла в визион. После визиона считаю себя уже достаточно профессиональным человеком, хотя в карманах были одни впечатления. но выговоренной сил нет. С навками поиска людей, с умением преподнести, влюбить в себя, соблазнить. Я это прошла со 2,5 года. И первая встреча, которую мне мой спонсор, платиновый мастер-компания, Зная Деревьева, устроил в Москве, в Киеве, 15 апреля 2001 года, от 6 марта. 15 апреля я подписала контракт и была в Махачкале. И мне сказали, что встреча может состояться в Киеве. 15 апреля. Как вы думаете, она там была? Была. Я была встреча с Мариной Яковлевной, и встреча длилась 4 часа. Почему я заострила на внимание разница во мне и составляет разница в доходах? Мы проглавили 3 часа с ней. И 3 часа я упиралась. Она со мной разговаривает, а у меня на все свое мнение. Хотя, если бы вы знали, у меня вообще страха не было перед всякими там сетевиками. Я в первую очередь, хотя кассета, которую я увидела в Риме, у меня шаршнови подкосились. Я же уже директором стала. За неделю стала директором. Я не знала, что директором. Мне Зина сказала. Сказала, что 145 долларов тебе заплатили. Но что я сказала? За что это у меня заплатили? Думаю, купили точно. Соточку так набросили, чтобы купить цены сетевика. И вот 3 часа разговора, и знаете, подарили. Хотя Марине первый дала вопрос, сколько высоты компании? Она говорит, 3 года. Я говорю, крово-статус, она и теребряный мастер. Ничего мне это не обривало, ребята. Да. И сколько вы зарабатываете в месяц? Она говорит, 7 315 долларов. На тот момент выдавали распечатки структуры с бонусами. И у меня лежит пачка распечатки структуры. Написано, Марина Яковлевна Федоренко. 7 315. Ребята, знаете, что я первая купилась? Что не собрала. Вот 7 315, она мне сказала, кто был в других компаниях? Кто знает, как урут? Вот знаете, вот меня как сетевика, мгновенно купила, не собрала. И вот 3 часа бодали. 3 часа. Она мне рассказывает, как мне использовать потенциал, мой опыт, стать изумрудным директором, чтобы начать зарабатывать 700-800 долларов, а у меня есть собственное мнение. И вы знаете, где-то только через 3 часа для меня дошел смысл, фразу, разница у меня и составляет разницу дохода. Я вдруг села, знаете, как мгновение, как молния. Ира, ты хочешь 7 тысяч? Смотри, мол, зари, Говорю, зари, заглохнет. И слушай, что у тебя говорят. Вот вы знаете, вот эта доля секунды, и еще час был, действительно мне хотелось разобраться, кто такой вот этот зумруд с пеней. И ему сказать, что я все поняла. Но мне она показала сразу, что можно, абсолютно реально, заработать реальные деньги. И она мне сказала, стоило срок, 3-4 месяца. Давай ты будешь делать то, что я тебе говорю, если не заработаешь, ну, уйдешь. Ну, и доброе соглашение такое. С этого момента я стала делать то, что мне говорят. То, что говорят, я стала просто дублицировать и повторять. На уровне так правил, как Марина Федеренко не могла рассказывать. Ну, своими словами пересказать то, что я могла, я же могла. Не поверите, третий месяц работы изгородный директор с племией поддержки для расстрелительного свина и чек 739 долларов. И рассказывают, что это реально. А теперь поднимите руки. Для кого на сегодняшний день для его кошелька актуально зарабатывать 25-30 тысяч рублей в месяц. Правда, нужно деньги? Вам перевезти у гривну. У гривну перевожу. Сейчас, подожди, у вас там гривну поверили. Ну, тысяча долларов. Нормально. Нормально. Молодцы. Вот представьте, мне надо. Мне надо, потому что у меня кошельки нет, они мне нужны. Вам, ребята, рассказывают технологии, рассказывают, что надо делать, а у вас есть собственное мнение. Именно поэтому до сих пор не изобрут, и у вас нет тысячи долларов. Мне очень надо было 700-800, я заблокла, стала делать то, что говорят, и у меня это получилось. Притом тогда не было никаких складов в Махачкале, если кто знает. Приходилось еще возить с Москвы, вручную писать, по телефону, деньги передавать в Москву, двое суток туда, сутки там, двое назад. Вообще, ничего не остановило. Просто она сказала, и я делала. Делала, сколько понимала, что знала. Вы думаете, я знала весь ассортимент, я когда открыла каталухи, чуть не упала в оборот. После 8 продуктов в компании Визи, вот здесь 140, одно именование. Я села, думаю, мама, не говорю, когда же я это выучу? Потом думаю, Ира, не психу. Вода, колобада. Микроэдрин мне Марина рассказала, думаю, понятно, три вруча. С трех мы начнем. Почему я захотела заниматься коралловым клубом, и почему я вообще перешла в эту компанию? По одной простой причине. Меня впечатлил продукт, который дает в течение месяца результат удовлетворяющих потребителей. Меня это восхитило. Люди, получая результаты, начали мне давать рекомендации. Надо рекомендовать всем остальным. Товарообороты начали расти, как снежный ком. А при полный месяц работы, вы помните, я уехала на Украину, Махачкала, Украина ездила, месяц, 39 человек, краликация, золотой директора. Я продукты, помните, знала? Три. Маркетинг, я даже не стала изучать, думаю, где не платят, разберемся. Но везде не знала, знала, но не платили. Здесь не знала, платят, мне говорят, ребята, я стала упрощать все до минимума. Разберемся, ходим, главное ввязаться в драку. И смотрю, результаты вдохновляют. И я не могу понять, почему на сегодняшний день сделать товарооборот 1200, это потуги, спазмы, это героические усилия, даже глаза выкатить. Надо? Если у нас надо было делать полторы тысячи баллов. Какие 500, какие 700? Вы же сказали, вам 1000 нужно. Вы зачем врете тогда мне, что вам нужны деньги? Зачем вы рассматриваете маркетинг для жертвы минимализма? Если есть маркетинг, для тех, кому нужны деньги, и 1200, на сегодняшний день идет пост, идет очищение. Не поверьте, я от вас возвращаюсь, 16 начался, сегодня началась ухвающая луна, но сегодня я не буду. Вот спросили, чем вы зайдетесь, как-то вернетесь домой, завтра я буду ехать домой, пробиваться, не знаю, кто рассказывает, закрыли границы, кто не рассказывает, что не закрыли границы, какая разница, прорвемся. Не такие у нас цельные границы, чтоб через них не пройти, потому что в 18 часа я начинаю ковару. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не прошла, я вы его, я в первый встречай. Я от него в таком восторге, в таком драле, я не могу понять, почему вы об этом не рассказываете людям. Пост идет, люди делают, все, чтобы так сказать, очиститься. И духовно, и физически. Чем? Калавада. Калавада. Калавада лимонно-медовая, не лимонно-медовая. Очищение самое лучшее. Для чего? Для меня калавада это возможность перестать стареть и развариваться. Спросите у своих знакомых, у кого угодно. Скажи, ты хочешь развариваться и стареть? Ну, задайте нормальный вопрос. И кто вам скажет, хочу? Мне кто... Вот сейчас в Махачкале была большая встреча, от Веры Актронной, я была в Саратове, большая встреча в Пятигорске. Меня трудно в феврале. Мне поверят, я спрашиваю, поднимите руки, кто хочет стареть и развариваться? Все сидят. Я говорю, кто не хочет, все поднимают. Я говорю, ребята, скажу, рецепт вообще бесплатный. Нет, скажу, очень дорогой рецепт, бесплатно вы не будете это делать. Безумно дорогой рецепт. Стоит недорого, всего лишь где-то 300-350 долларов. Но вы перестанете развариваться. Ирина, сколько? Я говорю, всего лишь 300-350, рассказываю. Колывады гораздо дешевле. Если вы в Колываде туда еще добавляете фан-детокс, набор трав номер 6, лецитин, аж 500, гидроселит, и получится 300-350 долларов. Скажите, чай получит результаты удовлетворяющих? Да. Он действительно... Все начнут ему говорить, что ты неприлично хорошо стала выглядеть. Как в свое время моя подруга, которая меня спасала от сетевого, через три года пришла и сказала, говорит, так, что ты ешь, дай мне в три раза больше. Я говорю, что у нас произошло? Она говорит, ты неприлично хорошо стала выглядеть. И я пришла в компанию, которая абсолютно честно говорит. Ребята, чтобы человек получил результат его впечатляющий, то надо напоить, очистить, накормить и защитить. Вдруг, я сейчас слышу, Ира, какие противопоказания у Колывады? Какие? Ребята, те, у кого нет кишечника. Ну вообще, садится, берет корелку и ложку и что-то запихивает вовнутрь, Колываду надо пить. Оно же как-то там проходит, и Колывада пропхнется. Захватит все дерьмецо. Последствия нормальной дружной цели. Самое интересное, я на другом хотел остановиться. Вы знаете, мы там в зале, разные ребята, с разными целью. Вы можете сейчас на эйфории поднимать руки, вы можете и где-то что-то. Давайте вы вернетесь домой, и по крайней мере, ребята, которые, сами наставники, которые вас сюда привезли, тем же золотым, а зубородным, ребята, скажите честно, ты знаешь, я пока решила быть потребителем. Я хочу иметь максимальную скидку, да, буду делать 1200, чтобы хорошо кушать по этому самому продукту. Будьте просто честными. Если вы пока не приняли никакое реакционное решение, скажите честно, не поверите, вас за это станут любить и уважать. Чем вы скажете, я решил, я буду сражаться, но вас разочаруются? Нет. Ну, извините, бреху нет. Вот скажу, хорошая ступа украинская. Если вы решили, пока еще не можете бросить работу, но хотите, чтобы у вас был дополнительный заработок, скажите об этом. Я готов каждый день выделять 2-3 часа после работы. Я готов выходные дни. Что мы можем? Как спланировать работу? Ну, а те ребята, которым надо состояться, которым очень-очень надо состояться, которые, в отличие от других, которые еще думают, жить или не жить, а эти хотят потратить 2-3-4 напряженных года, чтобы уже жить, а не выживать, тогда отбросите все. Если, ну, спрашивайте конкретно, делайте, корректируйте, делайте, корректируйте, анализируйте, улучшайте, попросите наставника, посмотри, я тебе провожу рандеву, может, я в чем-то просаживаюсь, проигрываю, потому что иногда в рандеву то заискиваем, то наезжаем, то и все. Наставник – это тот человек, который искренне заинтересован, чтобы стало быть эффективным. Начните действовать. Действует целенаправленно, действует со страстью. У кого проблемы с целями и мечтами? А поднимайте руки, честно. У всех. У всех. По одной простой причине. Вы мечтаете, основываясь на свой прошлый опыт? На размер кошелька? Сколько еще у родителей можно трынуть? Это молодежь, у суток еще не будет. Позволи мне покайфовать. У всех у нас были проблемы с какими-то целями и мечтами. По одной простой причине. По мере того, вы начнете получать деньги, у вас будет раскрываться видение. Вы будете большего желать, большего хотеть. Но чтобы это произошло, поставьте единственную цель – «Движение по карьерной лестнице». «Движение по карьерной лестнице». «Движение по карьерной лестнице». Потому что именно это будет наполнять ваш кошелек. Именно это будет открывать возможности вам мечтать о большем. И самое интересное – начинать осуществлять это в жизни. Я пришла в компанию, где много не было. Но у нас мастер за год и полтора была нормой. Было абсолютно нормальным явлением. Никого не считали супергероем, если человек, у нас супергерои были, которые за 4 месяца были с мастером. Но это люди с предыдущим опытом сетевого, которые пришли с людьми, ну пусть не командами, но людьми, которые уже имели этот опыт и уважали его. Но те, кто приходил с нуля, год полтора считалось абсолютно нормальным явлением. Год полтора – это, чтобы выйти на доход полторы – две тысячи долларов в месяц. Но если вас тысяча устраивает, где лучше будет? Конечно! Ну так и попашите. Первое – я в жизни на свой кошелек. Первое – я в жизни. Все зависит только от вас. И самое интересное – вы не одни. Вы не одни. пять лет я себе давала, чтобы буду это изучать как профессию. Когда я пришла, почему я говорю, цели месяц мечтали? Дали, вложила я листочек, писала я цели и мечты. И кто писал? Писала, там цели мечты. Ну и кого это через месяц грело? А кто делал коллажи? И кого это грело через месяц? Ну давайте не врать себе. Я помню первый коллаж, тогда даже глянцевых журналов найти было тяжело. Где-то там в салоне спрыло журналы глянцевые, вырезала себе, по-моему, опель. Ну просто красиво на вас было вошло. Наклеила, там того наклеила, всего наклеила. Через месяц смотрю, даже лучше, чтобы он был. Я даже вообще не знаю, мне это не понимать. Но зато, когда я стала на своей стене рисовать структуры, которые мне надо построить, писать товарообороты, искать людей, которые хотят этого, у меня все начало осуществляться. И опель вообще не машина. Ну, это не похож. Нет, это машина. Голоса, все нормально. Но чтобы понять, какая ваша машина, надо выходить в автосалон, пара разных моделей, перестать смотреть, сколько что стоит. Садиться, проходить тест-драйв, и все остальное, поверьте, вы опель не выверите. Вы выбираете, только потому, что у вас кошельки есть только, и денег на обслуживание есть только. Поэтому опель, можно рассматривать, как промежуточный вариант транспортного средства. Я не знаю, термопель, но в жизни есть лучше. Сто процентов. Ребята, вот элементарные шаги. Перестаньте себя обманывать. Будьте честны. Уважайте время людей, которые вас позвали. Если пока вы не готовы, ничего страшного. Все наставники, все лидеры хотят свою структуру обидеть. И осознанных потребителей. И людей, которые пока им не дополнительный заработок. Но будут они время тратить максимально на тех, кто хочет состояться. И будут искать до тех пор, пока не найдут этих. Потому что это единственный спрос вообще по всему миру. Перестаньте переживать. Оставьте первую цель изумрудной телефон и зарабатывать тысячи. И работайте на нее со страстью. Пусть у кого-то уйдет на этот год. В этот достойный год. У кого-то два месяца, у кого-то четыре, у кого-то полгода. Но это достойная цель. Потому что многие из вас уже сколько проработали, и вам еще не ту, когда столько я не платила и не предлагала. Следующая цель. Чтобы мои ребята стали изумрудой. Вместе с ними. На этом энтузиазм. Если у вас есть три изумруда, какая у вас будет квалификация? Мастер. Мастер, правильно? Потому что вы не остановитесь. Вы будете искать следующее. Вы же не остановитесь. Так вот пять лет сетевомаркетинге привели к тому, что когда я приходила, я себе дала слово пять лет этим заниматься для одного единственного. Чтобы освоить профессию и стоить в десять раз дороже, чем я сейчас. Вот каждый из вас знает, сколько он стоит на стоить, да? В десять раз. Это достойная цель. Я стоила, когда пришла, ну тогда просто такие цели. 60 долларов. Я решила, что я готова потратить пять решений, а вот 600. Через пять лет за восемь месяц мой чек составил 4,5 тысячи долларов. Как не было. По память, с марта, по март. Помните, Марина говорила? 7 315. Мой чек составил 7 870 долларов. АПЛОДИСМЕНТЫ Что может быть даже получалось от других? Да, одним единственным. Я действительно уложила возможность зарабатывать такие деньги. Я нашла наставников, которые это сделали. Я засунула свое мнение и каждый день я работала на себя. Работала со страстью. Работала с вдохновением. Старалась все делать. Я где? Как вы думаете, я была в голове у своих спонсоров, наставников? Да. Не поверите. Прошло немного времени, я была в голове уже президента и вице-президента. И не потому, что я прибегала на каждом событии с ними старофироваться. Или по скайпу что-то написать, а потому, что я росла. И любой предприниматель, любой бизнесмен видит то, что дает максимально. И ему самому интересно и поддерживать, и развивать, и делать. Поэтому, вот как вы мне сейчас поаплодировали, как или хорошо, за три года, 7800, вам сегодня, вот эти все дни, рассказали, дали все инструменты. Я столько не знала. Что такое количество приятных лидеров вкладывало в меня душу, сердце, свои знания, трепет, этого и близко не было. Но у меня получилось. Я знаю, что у того, кто сегодня решит, принят решение, шансы гораздо выше. Более короткий срок достичь больших результатов. Именно этого вам желаю. Желаю перестать обманывать себя. Перестать, алипу есть, ну потом. Разозлитесь один раз на себя самого. И скажи, что ты вообще из себя представляешь? Что ты согласен на меньшее? Ведь тебе надо и то, и то, и то, и то. И начните действовать. Коралловый клуб еще не предал никого. Никого не обманул. Люди приходят с разными темпами, с разными знаниями, с разным опытом, с разными вероисповедованиями. Совсем разным. Кто-то быстрее, кто-то леньнее. Но все, кто не отказывается от этого инструмента, осваивает он максимально, начинают с уважением играть на нем, с благодарностью к тому, кто научил играть, создают потрясающую, классную, командную работу в регионе не только со своей веткой, а со всеми, кто принадлежит в стране Коралловых клуб. Помните? Мы команда Советского Союза. Вот у них все получается. Я желаю вам огромных успехов, с огромной перспективой. И дай Бог, что в стартах сегодняшнего дня был вашим стартам, вашим успехам. Субтитры создавал DimaTorzok Ирина, огромное спасибо. Я хочу сказать очень-очень много слов, но времени уже нет. Просто огромное от души спасибо. Мы дарим тебе на память на танковской земле стартах и на танковской земле, стартах, чтобы она занимала достойное место в твоем новом доме. По танку и жили по танку. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok